МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! О, камера! Утро! Кофе в соседней деревне. Будем сегодня рассказывать о Volkswagen Tiguan. Что-то аж волоса в стране. Надо чай попить или кофе допить. Рассказывать будем о Volkswagen Tiguan. У меня такое впервые. Я о таком слышал, но я с этим никогда не сталкивался. Подробнее. Сейчас допью кофе и расскажу. Ребят, всем привет! Вот теперь, когда попили утренний кофе, расскажу, почему именно в таких условиях снимаем. Накануне ролик уже готовый. Ролик смонтированный. Ролик классный, но заказчик не захотел оставлять о своем автомобиле информацию. Что, в принципе, часто бывает, когда снимаешь в основном дорогие автомобили. Ну, не хочет, значит не хочет. У нас вчера должен был он выйти, но благо есть без всякого материала и интересного. И сегодня будет не менее интересная тема. Это Volkswagen Tiguan. Необычная история, по крайней мере, для меня. Чем она необычная? Ну, у меня такое впервые. Вроде бы обычная штатная ситуация, с которой наверняка многие сталкивались. Но у меня подобного не было. Итак, имеем заявку. Имеем Volkswagen Tiguan. Либо же 2016 года, но в максимальном заряде. Ну, либо же 2017-2018, но можно и пустое. Имеется в виду следующая генерация этих автомобилей. Первый автомобиль американец. Американец интересный тем, что у него не было кузовных повреждений. Вообще никаких. Он продавался с незапускающимся двигателем. Вернее, как двигатель запускался, но автомобиль не передвигался. Не передвигался он потому, запятая, что у него треснул пластиковый патрубок турбонагнетателя. И из-за этого свистело давление. В общем, он был продан. Был продан дорого. И этот автомобиль привлек наше внимание. Единственный пока целый не битый американец. То есть, с кузовом у него заявлено было, что у него все хорошо. И все нормально пока. Пока не вижу каких-то следов ремонта. Не часто бывает, но иногда бывает так, что вот первая машина, она действительно классная. Она действительно хорошая. Почему бы ее не взять? А не взять ее, потому что выясняется, что она не полный привод. Ну, выясняется в формате того, что мы, когда начинаем работу, мы у заказчика берем всю информацию. Чего бы ему хотелось в этом автомобиле. Чему бы ему точно не хотелось в этом автомобиле. И вот указано вроде бы все. А про привод просто банально забыли. Ну, так иногда бывает. Машина классная, машина офигительная. И парень, который продает машину, такой интересный, компанейский. Хотя, на самом деле, я думаю, он просто меня узнал и рассказал всю правду об автомобиле. Не суть. Машина хорошая, но нам нужен полный привод, поэтому шагаем дальше. Второй автомобиль. Второй автомобиль не менее интересный, нежели первый. Он тоже американский. Но прикол в том, что у него была продерта заднее левое крыло. Причем сверху над аркой. И на момент покупки автомобиля кусок крыла фрагмент уже был вырезан. И через этот фрагмент мы убедились, по крайней мере, было видно по фотографиям, что там в середине все нормально. И были небольшие повреждения. Основное осталось только понять, насколько хорошо и качественно сделан ремонт. Потому что от этого зависит дальше, будет оно ездить, не будет, ходить, не ходить. В общем, Киевская область, Volkswagen уже 16-го года. Но уже с панорамой, с линиями, со всеми приколами, помогаторами и всем остальным. Так, пока оно считает, сейчас мы пройдемся по кузову. Здесь, в принципе, я здесь зафиксирую, что он не битый. Все вопросы по этой машине именно по задней части автомобиля. Они по заду, спереди вопросов нет. Нет, тут же же вырезали эту накладку и вставляли. Да, тут вот этой части ее не было, в принципе. Кантал здесь вот я нарисовал, он должен быть, но его по факту нет. Вот здесь вот, я же покажу, на этой стороне его нет. А вот здесь он проглядывается. Ну, в общем, сказать, что идеально собрали, так точно нет. Чуть-чуть оно не доделано. И бампер чуть не имеет зазорчик. Для сравнения вот здесь вот красненько. А здесь чуть-чуть, а здесь чуть-чуть не классненько. Также из неприятного потолок не прилегает. Ну, такое впечатление, что подушка здесь не была стреляна. По крайней мере, по словам парня. Я также вижу, что физически она присутствует. Учитывая, насколько был плохо сделан ремонт, и мы понимаем, что ремонт свежий, и уже пошла отрезкаться шпаклевка. Плюс выведено крыло было, ну, очень некачественно. Не, как? В общем формате для того, чтобы вот так вот проехала машина, можно даже и не понять, что она не битая. Но машина практически по верху рынка, и правят таких денег. Поэтому абсолютно нормально было принято решение искать дальше. Следующий автомобиль был не менее интересным. Был он в Запорожье находился. По фотографиям вытягиваем венку от кузова, забиваем, и видим, что там был поврежден всего лишь бампер. Но насторожило то, что невысокая цена была, за которой его продавали. Поэтому, копнув глубже, и взяли более детальную информацию, мы вытянули по платному запросу. И по платному запросу было видно, что машина имела гораздо сильнее повреждения, нежели про них заявили. Поэтому хотелось автомобиль, который по кузову имел минимальное повреждение, по крайней мере, такое условие заказчика. Уже на самом деле договорились ехать в Запорожье, но данные повреждения, на самом деле, они очень плохо влияют на то, как выглядит этот кузов. Даже не то, как он выглядит, а дальнейшая его эксплуатация. А при таком ударе, ну, точно будут замяты лонжероны. Когда замяты лонжероны, это нарушенная геометрия. И сделать такой ремонт хорошо можно, но качественно это дорого. Учитывая страховые компании, как выплачивают денег в Америке, никто особо этими заморачивается. Когда, ну, там просто стрельнулись, допустим, подушки две, это уже все, это уже тотальная машина, и она идет на аукцион годных остатков. И там ее продают как остатки. Но и это еще не все. Когда взяли платный запрос по украинской базе, эта машина, она уже была в аресте. В аресте она была, по-моему, из-за того, что она уже была в кредите, и этот кредит не выплачен. В общем, мутная история, которая нам не нужна. Уходим от этой истории, пропуская мимо. В момент осмотров были еще автомобили, которые у нас были отсеяны по причине двойных ДТП. А такие, ну, к сожалению, на рынке Украины появляются очень часто. Следующий автомобиль, он тоже был куплен с аукциона, но этот автомобиль был куплен не на американском аукционе, и не на европейском аукционе. Но это был европейский автомобиль. Это был автомобиль из Кореи. Да, именно так. Европейский автомобиль из Кореи. И, конечно, он был сделан слегка под корейский рынок. Так вот, она ругалась на корейском языке. Мы особо не понимали, что, потому как в школе я учил немецкий, более-менее знаю английский, украинский, русский, матерный, но корейского я не знаю. Поэтому ошибок по автомобилю было минимум, а аж одна активная, это задняя лампочка крышки багажника не работала. Пообщавшись с парнями, которые продавали этот автомобиль, они поделились своим опытом. Это был их не первый автомобиль, первый автомобиль приобретенный в Корее. До этого они часто покупали на американских аукционах, но ввиду того, что очень сильно вырос спрос и чего-то живого, хорошего выхватить стало намного тяжелее, они просто перепрофилировались на корейский рынок. Прелесть корейского автомобиля заключается в том, что автомобиль имеет по кузову такие же запчасти, как и европейский. Есть мелкие отличия по расположению блоков в середине автомобиля. Есть там небольшая разница, назовем это так. Итак, немного об этом автомобиле, какие у него были повреждения. Этот автомобиль получил повреждения сзади немножко. У него согнулась задняя панель, чуть-чуть было смято днище, был заменен бампер, была заменена крышка багажника. Ее просто купили в цвет и поставили на автомобиль, ее никто не красил. Заднюю панель отрихтовали, днище багажника тоже слегка подрихтовали. Не очень, но нормально. Комплектация у этого автомобиля была вот та максимальная, которая может предоставить Volkswagen. Это и кожаные сидения, это электрические сидения, это панорамы, это всякие помощники при движении. И самое интересное то, что эта машина имела честных, подтвержденных с разных источников и по всем блокам 37 тысяч километров двухлитровый дизель. Дизельный мотор это вообще хороший мотор для нашей страны. И учитывая то, что он еще с таким мизерным пробегом, вот это он. Машина конца 16 года, вот буквально последний месяц, когда она выпускалась. По недостаткам. Из-за того, что автомобиль получил в заднюю часть, чуть-чуть пострадал глушитель. Впереди есть такая гофрированная штука. И вот она на момент небольшого передвижения, она уперлась в кардан. И кардан, когда крутился, он просто протер стенки гофры. Как ни странно, оно не рычит, но менять это придется. Если мне не изменяет память, изначально стоимость этого автомобиля была 21 600 долларов. То есть, это был самый дорогой автомобиль, который продавался в этом году и с такой комплектацией. Дороже просто не было. На месте, когда приехав к автомобилю, я разобрал полностью пластик. И панель действительно была не тронута. Она была, вот удар такой вниз пришелся. То есть, панель, она была мало рихтована, больше досталось днищу. Днище было сделано, вытянуто, не идеально. На моменты, где были такие большие гармошечки и надрывы, это заклеили с двух сторон шумовиброизоляцией. Вроде бы классно, вроде бы нормально. Но когда мы посмотрели на эту машину снизу, все равно косяки ремонта были видны. Это очередной раз говорит о том, что машину хорошо делают только снаружи. У меня уже на эту тему было видео. Я вот здесь оставлю ссылочку, кому интересно. В общей своей массе, слегка поторговавшись за те недостатки, которые мы видели, мы получили автомобиль с минимальным пробегом, с целым кузовом. Мы его промерили по лонжеронам. Оно все стояло на месте. Вопросов, как таковых к автомобилю и тому, что он очень ужасно сделан, не было. Да, машина дорогая, но машина и самая качественная среди всего того, что есть. Потому что, если брать европейца свежепригнанного, он уже при любых раскладах имеет пробег 100 тысяч плюс, а здесь машина до 40 тысяч. Первый опыт выбора корейского автомобиля лично у меня очень позитивный. Это совершенно не значит, что они все будут с таким вот классным выбором. Это совершенно не значит, что эти автомобили не все классные. Кстати, был у нас еще один корейский автомобиль белого цвета, но он имел более сильные повреждения. И мы его не стали рассматривать, потому что там уже пробег был в районе 70 тысяч. Он стоил что-то там на 500 долларов дешевле и имел более сильные повреждения. Поэтому на момент выбора, когда мы осматривали, более достойного экземпляра на территории Украины просто не нашлось. Субтитры сделал DimaTorzok на самом деле это еще не окончание истории. Через несколько дней звонит мне в половине 12 ночи, в воскресенье, заказчик и говорит, мне просканировали автомобиль. Здесь очень большая куча ошибок, в том числе и подушки безопасности. Что ты мне подобрал? Я слегка продрал глаза, разобрались с ситуацией. Оказывается, парень заехал на установку доп. оборудования и русификацию самого автомобиля. В процессе этих манипуляций разобрали пол салона, достали голову, отсоединяли, присоединяли блоки периодически, включали зажигание и потом, наверное, просто для красного словца, парни просто прикололись над D-заказчиком и сказали, показали ему большую кучу ошибок, не объяснив, что такое активные ошибки, а что такое ошибки в памяти. Ошибки в памяти возникают после того, когда она есть активная, когда, ну, моделирую ситуацию, снимают там, например, руль или же снимают какой-то блок, включают зажигание, система сразу же определяет, что что-то не работает. И оно остается в памяти, как активная ошибка. После того, когда все это дело собирает, оно самодиагностируется, и ошибки эти уходят из активных, а просто остаются в памяти. Когда я у парня спросил, слушай, друг, а какая там, какие там активные ошибки, говорит, активная ошибка только одна. Это не работающая лампочка, когда открывается крышка багажника в самом салоне. Все остальные ошибки это в памяти. Так вот, я их попросил, чтобы они объяснили человеку, что это такое, и они объяснили, что это результат ихних действий. В процессе установки возникли все эти ошибки. Отвечая на возможный вопрос, который возникнет в комментариях, стоит ли обращать внимание на корейский рынок, в последнее время он только начинает набирать обороты, и поэтому мне нет какого-то универсального ответа, стоит или не стоит обращать внимание на корейские автомобили. Однозначно, они очень похожи с европейскими. Где-то есть какие-то изменения. Одно могу сказать точно, выкидывать из объекта поле своего зрения, ну, наверное, точно не нужно. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok